Вчера, 7 июля, в ходе оглашения приговора лидеру МИАСКОЙ группировки Турбазовский Сергею Чащину были озвучены подробности двух громких убийств предпринимателей Подучина и Сидорова. Все подробности у нашего корреспондента. Как мы сообщали ранее, в заказе обоих убийств подозревался бывший сити-менеджер МИАСа Виктор Ардобьевский. В 2005 году между руководителем Кедра и Трека возник конфликт. Конфликт с конкурентом Андреем Подучиным, руководитель Кедра, попросил урегулировать Сергея Чащина, тогда уже возглавившего МИАСскую банду. Подучина решено было устранить. При этом владелец Кедра обещал заплатить убийцам любую запрошенную сумму. 13 августа 2005 года в МИАС прибыл наемный убийца из Москвы, некто Вершинин, на счету которого было не одно убийство. Поэтому к выбору способа устранения Подучина киллер подошел ответственно. Его снабдили пистолетом Макарова. Вершинин устроил слежку за предпринимателем. 6 октября 2005 года, когда им был передан фаизовый пистолет для совершения в дальнейшем убийства Подучина. В МИАСе все было готово к 6 октября 2005 года. В 20 часов загримировавшийся Вершинин под видом подсобного рабочего зашел в подъезд и стал ожидать там предпринимателя. Тот возвращался с работы домой. Когда зашел в подъезд, Подучин получил два выстрела в голову и скончался на месте. Убийца на следующий день уехал в Москву. За устранение Подучины Сергей Чащин получил от заказчика 30 тысяч долларов. Второе заказное убийство, в организации которого участвовал Сергей Чащин – устранение руководителя автокомплект Павла Сидорова. К планированию и совершению убийства привлекли того же московского киллера Вершинина. Он прибыл в МИАС с 10 июня 2008 года. Павла Сидорова, подошедшего к своему автомобилю, три раза ударили ломом по голове, обмотали скотчем голову, чтобы прекратить доступ кислорода, и закинули в машину. Тело сбросили в заранее приготовленную яму в лесу под МИАСом, засыпали известью и закопали. Его и свою одежду преступники сожгли. В тот же день они покинули город. В 2013 году Вершинин был осужден на срок 25 лет за все совершенные преступления.